Мировая реакция на визит президента Сирии в Москву разная. От серьезных оценок нового расклада политических и военных сил до откровенного раздражения, которое некоторые политики не смогли скрыть, несмотря на чины и регалии. Итак, оценки визита под грифом «совершенно секретно» и газетах, которые вышли в свет без самых свежих новостей. В репортаже Павла Пчелкина. Визит президента Сирии в Москву стал неожиданностью для всех. Московские корреспонденты западных телеканалов на все лады делятся удивлением по поводу появления Асада в Москве. Им вторят интернет-версии европейских газет. Их бумажные версии просто не успели ничего сказать. Они верстались ночью. Зато в США утро из-за разницы во времени настало гораздо позже, и Нью-Йорк Таймс пишет. Первая с 2011 года зарубежная поездка Асада демонстрирует, насколько изменились политические и военные горизонты этого долгого конфликта после вмешательства в него Москвы. Встреча предоставила возможность не только обсудить очевидные проблемы, представляющие взаимный интерес сторон, но и продемонстрировать возрождение России в качестве важнейшего игрока на Ближнем Востоке. Американская Huffington Post и вовсе прямо так и говорит. Неожиданный визит подчеркивает, что Россия стала главным игроком на Ближнем Востоке. При этом многие издания отмечают, что Абашар Асад – президент воюющей страны. Желанная цель, мягко говоря, не только для террористов, запрещенной в России ИГИЛ. И называют этот визит очередной впечатляющей операцией российских спецслужб. А также делятся наблюдением, сколь важны для президента Путина личные отношения с политическими партнерами. Эксперты уверены, эта встреча с глазу на глаз была нужна именно для обсуждения будущего Сирии и, конечно, самого Асада. Как говорят, у нас не телефонный разговор. Если он приехал лично, то, вероятнее всего, речь идет о возможном урегулировании конфликта уже на данном этапе. И для этого нужно так или иначе привлечь противостоящие стороны к одному столу, но все же договариваться. И, вероятнее всего, президентом Владимиром Путиным было представлено возможность так или иначе обсудить вопрос, в какой мере Асад примет участие или нет, и что будет дальше, что будет в его личной судьбе, и как мы будем обустраивать будущее Сирии. Во время такой встречи, наверняка, фундаментальные вопросы затронут, такие как, например, какое будущее сирийского государства, в каких границах, на что режим Асада может пойти в разговорах с оппозицией, насколько можно создать федеративную структуру новой Сирии. Вот если эти вопросы будут решены, это означает, что основной блок проблем будет уже позади. Между тем, премьер Турции Ахмед Давуд Аглу в своем телеинтервью с трудом скрывал раздражение по поводу этого визита, позволяя себе, прямо скажем, вызывающие пассажи Анкара, которая напрямую поддерживает связи с некоторыми антиправительственными группировками в Сирии, явно неприятно удивлена этим визитом. Что я могу сказать? Если бы он остался в России подольше, сирийский народ был бы спокоен. Если бы он мог остаться там навсегда, то начался бы настоящий переходный период. Сегодня Владимир Путин лично позвонил президенту Турции Реджепу Тайпу Эрдогану и проинформировал его о результатах переговоров с Башаром Ашадом. А потом позвонил и королю Саудовской Аравии и проинформировал его. Также он позвонил королю Иордании и президенту Египта. Не секрет, что Турция вместе с Саудовской Аравией, Катаром и США сделали ставку на свержение сирийского президента. Но теперь, по мнению экспертов, они вынуждены иметь дело с совершенно новой ситуацией. И этот визит – еще одно подтверждение. Я считаю, что это месседж остальному миру и демонстрация рождения новой международной политической реальности. Реальность развивается быстрее, чем формулы, которые могут ее описать. Сейчас происходит переформатирование всей политической ситуации в мире, но локально это началось с Ближнего Востока. Западные аналитики уверены, что часть переговоров, несомненно, была посвящена деталям и перспективам военной операции против экстремистов. Однако выделяют именно слова Путина о возможном будущем политическом урегулировании в Сирии с участием оппозиции Асада. Вот мнение обозревателя BBC Джонатана Маркуса. Неожиданный визит сирийского президента Асада в Москву может означать его растущую уверенность в своих силах, несмотря на сложную ситуацию в стране. Он не побоялся покинуть Дамаск впервые с начала гражданской войны в стране в 2011 году. Но визит сирийского президента может означать также новый этап в усилиях России запустить дипломатический план решения кризиса в Сирии наряду с военной операцией. И очевидно, что Москва видит Асада участником возможного переговорного процесса и любого плана на переходный период. Напомним, что после вмешательства России в сирийский конфликт, лидеры Турции, Саудовской Аравии, Катары, Ордании и США вроде бы согласились на переходный период, при котором Асад, по их словам, может оставаться у власти не более полугода. Эксперты считают это прогрессом и отправной точкой в диалоге, но даже такая позиция по-прежнему прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Вообще переходный период вопрос очень сложный и очень спорный, но решать его должна ни Турция, ни Саудовская Аравия, ни Россия и ни Соединенные Штаты. Это должен решать прежде всего сирийский народ. По мнению немецкого политолога Александра Рары, этот визит Асада в Москву может положить начало включения Дамаска в широкий переговорный процесс. Россия делает все, чтобы вывести Асада на межнаренную арену, вывести его из изоляции, в которой он 4 года находился. Ведь с Асадом можно договариваться, от него зависит будущее Сирии. Конечно, будут переговоры вестись с оппозицией, с ИГИЛ нет, но я предполагаю, что этот визит был не только символическим, а просто послужил построению дальнейшей дорожной карты. Некоторые издания назвали этот визит прямым ответом на появившиеся в последнее время спекуляции о том, что Россия, дескать, может разменять поддержку Асада на переговорах с Западом по другим вопросам. Аналитики подчеркивают, визит показал твердость намерений Москвы продолжать военную операцию вместе с Дамаском с целью максимального ослабления экстремистских группировок, которые со временем будут уничтожены или будут вынуждены пойти на мирное урегулирование. Павел Пчелкин, Максим Семенов, Первый канал.